Помимо ярких коралловых рыбок и великолепных коралловых садов, в этом море водятся существа куда более опасные. В Красном море обитает около 50 видов акул, но встречи с ними происходят не так часто. В открытом море или около островов иногда встречается океаническая длиннокрылая акула, или по-латыни ее величают как Carcharinus langimanus. Относится она к многочисленному семейству серых акул. Это большая рыба, крупные экземпляры достигают в длину 3,5-4 метров, причем самцы немного мельче самок. Длиннокрылые акулы – обитатели теплых морей. Они встречаются в тропическом поясе всех океанов от 45 градусов северной широты до 43 градусов южной широты в температурном диапазоне 20-28 градусов. Если температура воды опускается ниже 18 градусов, акулы мигрируют в более теплые места. В свое время популяции лангеманусов были весьма многочисленны, но из-за интенсивного лова этого вида ради супа из акульих плавников их становится все меньше и меньше. Внешний облик этой акулы очень характерен, его не спутаешь ни с какой другой. У лангемануса громадные грудные плавники, спиной плавник округлый. На кончиках всех плавников, в том числе и широко расставленных грудных, обычно имеются светлые пятна. Лангеманусы обычно обитают в районах с глубинами не менее 150-200 метров. А вблизи островов и рифов встречаются и на мелководье. Они одинаково активны и днем, и ночью. Лангеманусы по натуре одиночки, хотя встречаются и временные группы там, где достаточно еды. Но постоянные спутники у них все же есть. Обычно их сопровождают рыбы-лоцманы, чуть реже – прилипалы. Рыбы-лоцманы принадлежат к семейству ставридовых. Считалось раньше, что они указывают добычу под слеповатым акулам. На самом же деле рыбы-лоцманы сопровождают акул, чтобы подбирать крохи с их стола, а хозяева их терпят и не едят, так как те выполняют функции чистильщиков.